Да, слава тебе Господь! Приветствую всех именем Иисуса Христа нашего Господа, сладчайшего нашего Искупителя нашего Слава Иисусу Христу! И ни в ком оно мне спасение Дамы и господа Братья, сестры, друзья, товарищи Нет другого имени под небом Данного нам людям Которым надлежало бы нам спастись Им мы спасены, им мы спасаемся Вот слава Искупителя рода человеческого Да, слава Богу! Молимся за Израиль Молимся за Украину Молимся, да, за весь мир Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись И достигли познания истины Да И я очень Богу благодарен за этот приезд Вот в Израиль Вот я в гостях здесь И очень Богу благодарен за эту поездку Меня благословили И Меня и моего сына Мой сын со мной Он сейчас в Иерусалиме Вот в эти дни Вот завтра И не, послезавтра, даст Бог В Ашкелоне будет здесь А вообще, значит Наша Киевская церковь Благословила нас Подарок такой мне сделала На день моего, на мой день рождения Поездка в Израиль Да И как раз 14 мая Мне исполнилось 55, а Израилу исполнилось 76 Вот Твоему внуку 14 мая 3 мая Да вы что Мое почтение Внука А как зовут? Его зовут Как его зовут? Как его зовут? Здрасте, дедушка Здрасте Его зовут Ишай Исаяху Исаяху В 2005 году И вот я Ну, намерение имел Как бы И молил Мы в церкви все время В нашей церкви Вот Реформаторской православной церкви Христа Спасителя Священнослужителем Которым я являюсь Мы молимся за Израиль Постоянно Регулярно молимся Да И У меня в сердце Эта молитва Постоянная молитва Вот Поэтому Но для меня был такой сюрприз Когда один из наших священников Как раз Сообщил Что Вот Они берут Ну Вся церковь Наша киевская Берет на себя Все расходы Благоставляет нас Этой поездкой Думаю Вот это да А когда прислали билеты Что 14 мая именно Прямо на день варенья мой Как говорится Да И утром прилетели мы Да Вообще Думаю Вот это да Я прям Ступил на святую землю Как говорится Израиль поздравил С 76-летием Ну и себя С 55-летием Да Слава Богу И вот уже второй месяц Пошел пребывание моего Слава Богу Вообще Ну это Сказка Для меня благодарность Богу Просто у меня благодарность Богу С каждым днем Все больше и больше Много знакомств За этот месяц Было много знакомств Вот с верующими Разных конфессий Побывали мы там Значит В разных собраниях И у католиков Протестантов Православных Яфа там То есть Короче Разных Разных Короче И в синагогах И значит И Вместе Вместе Короче А в синагоге Да И не в одной Сейчас скажу Я там не проповедовал Просто помолился Там Не Хотя В одной из засвидетельствов Вашкинацкой Синагоге У сефардов Я просто там Помолился Побыли Батьями Там Как раз Где мы жили Вначале Батьям прилетели Там Там Постелились Батьям И вот Сейчас На юге Завтра Спасибо Ваше здоровье За реформацию Лехаем Вудьмо Амин Лехаем Спасибо Да Спасибо Есть Кстати Да На самом деле В Израиле Воду ценишь Как нигде Да Да Друзья Вот И Вчера делился Немного Свидетельством Тоже Хорошее Общение было Очень понравилось Мне Вообще Что Можно Не Ни в коем случае Только Раскрыть Да Слава Богу Только Вчера Я не записал Жалко А как раз И жене Сообщил Что было Такое Общение Такое Хорошее А я хотела Записать Да Вот Да Я же Телефон Собой Взял Да Вот Я вчера Что-то Как-то Затормозил А потом Уже Походу Думаю Вспомнил Ну ладно Ну ладно Ну это Хорошо Что Мы встретились Да 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 Так что Собой Мы так Увиделись Пророчески Прям По дороге Вовремя Вовремя Да Да Вы знаете О чем Хочу сказать Ну во первых Бога Поблагодарить Конечно Хочу за все Да И Да Бог Милостив Бог Любящий Бог Хороший Вот У нас У нас Здесь Такого Нет Ну просто Не бывает Мы Иногда Что-то Такое Проскальзывает В нашей Жизни Озарение Какое-то Знаете Да Вот Влюбленное Влюбленное Допустим Пример Даже Неверующие Люди Совсем Неверующие Да И нерелигиозные Неверующие Но если Вот они Влюбляются Допустим Да То Как бы Вот частичку Неба Ощущают Или допустим Там родители Допустим Даже если Совершенно Неверующие Но он там Последний кусок Допустим Он сам Не ест А даст Дитю Блажение Давать Вот он Испытает Да И вот это Вот он Сам того Не понимает Человек Он как бы Божественный Вот это Вот ощущает Вот Прикосновение Потому что Да И Христос Он действительно Свет просвещающий Всякого человека Приходящего В этот мир Вот И Слава Богу Что действительно Вот Переживаем С невстречу Я Я вчера Свидетельствовал Немного Вот Сегодня хочу Тоже Рассказать И вам уже Тоже И помолиться Вместе с вами Вы знаете У всех Разные бывают Встречи с Богом И они по-разному Происходят Кто-то Переживает Эти встречи Ярко Очень Кто-то Не так может быть Ярко Но Самое главное Чтобы была Эта встреча Чтобы вот Живя на этой земле Вот сейчас В этой реальности Да Чтобы мы Пережили встречу И переживали встречу Вот с ним С его любовью С его реальностью Реальностью Бога самого Да Вот Дворца И Это Это очень важно Вот И Как раз Вопрос тоже Сегодня с утра Поднимали В общении О крещении Вообще О крещениях О крещениях Вот И Есть разные крещения Да Есть учения Даже в Библии О крещениях Разных крещениях Там Десятки разных Видов крещений Воза Огонь И дух Ну одно из них Да Это водное крещение Одно из них Да А так Десятки разных крещений Есть В Библии Вот прямо Или косвенно Где имеется В виду Именно Крещение Вот И Что интересно И в Моисее И в облако И в воду Значит И Огнем И Ну Всякие крещения Бывает Да Но Сама суть Баптизу Вот Баптизу Да Да Но это Если брать Вводное крещение То да Здесь имеется Полное погружение В воду Конечно Вот Значит На Иордан На Иордан Съездили Кстати Да Вот тоже Слава Богу Там Я тоже Окунулся С удовольствием Конечно Да Слава Богу Вот Но Систая вода Иордана Да Да Вода Иордана Но грехли Не окунуться Нет Надо Обязательно Да Один раз Но Очень Очень доволен Вот Вы знаете Конечно Вот Баптизу Само Да Вот В современном Греческом языке На самом деле Это окунание Погружение В смысле Окунание Вот Но Сын Ваш Так еще Вчера возил его Крестил О Поздравляю А как сына Макар зовут Макар Пусть Бог благословит Сухара Да Макар блажен Здорово Еще Знаком Да Слава Богу Он обещал Вот Мой Серафим Сын мой Симха Симха Он взял себе Еврейское имя Да Радость Вот Кстати Я узнал Что у сефардов В них в основном Симха Женская В основном Они называют Девочек Симха Я знаю Мальчиков И мальчиков Да Мужчина Симха Есть Есть Да Нет Здесь Есть У ашкиназов Чаще всего Мужчин называют А у сефардов Чаще всего Я заходил Интересовался Спрашивал Они говорят Ну а у вас Симха Бывает мужчина Но очень редко Вообще В основном Это женское имя Вот А у сефардов Как раз Чаще всего Наоборот Чаще всего Мужское имя А девочек Редко называют Симха Вот Значит Ну как бы Такая особенность Такая Поинтересовался Но значит Дело в том Что Сын мой тоже Погрузился На Иордании Тоже Слава Богу Очень рад я Ему 26 Будет Вот на днях Это просто Это не было Крещение Крещение Потому что Обещание Служения Доброй совести Богу Да и спрашивание У кого Сознательно Но я умерущий Он возрожден У нас Вышелся Значит Он Да Значит И Я от педобаптизма Отказался Давно уже То есть Обычно Ассоциация Слепатюшка Если освящение Служитель Значит Педобаптист Обычно Ну то есть Крещение Младенца Младенца Крещение Я не против Называется Педобаптизм Не я тоже Не против Но я это Не практикую Давно уже Я с этим Завязал Еще в 96 Году Вот До 96 Года Я был Священником Традиционной Церкви Православной РПЦ МП Московской Палиархаты И я крестил Как и тысячи Моих коллег Крестил Детишек Вот И даже Своих Тогда Ну старших Первых Двух У нас Шестеро Детей Бог дал Нам Треть мальчиков Треть девочек Да Молодец Двое внучат Внук и внучка Да Так что Дважды Дедушка Дедство Мое началось Не дедащина Дедство Да Слава Богу И вы знаете Вот Да Но когда В девяносто шестом Я вышел Из РПЦ Я значит Даже потом Детям Сказал своим Да Я крестил Вас Когда-то Да Но Это было Благословение В вашу жизнь А само Крещение Должно быть Вашим решением Уже Сознательным Решением Осознанным Да Вот Не бывает Такого Чтобы Как говорится Без меня Меня Крестили Да Значит Без меня Меня Озинили Бывает Но это обидно Очень Потому что Должно быть На самом деле С решением Самого человека Да Вот И Вы знаете Но Само Баптизу Дело в том Что Баптизу Да Вот Во времена Иисуса Христа В Эллинском Кстати Ашкелон Это же Эллинский Был город Эллинистический Город Филистимляне Нет Я имею в виду После Филистимлян Здесь были Эллинисты Здесь жили Во времена Второго храма Здесь В Евреи жили Ну мало Очень Евреи В основном Жили Римыни И чаще всего Греки Здесь жили В то время Во времена Второго храма Во времена Земной жизни Иисуса Христа Ашкелон Он считался Эллинистическим Городом Он как Город государства Имел свою монету Даже Печатал Короче Это у них Своей истории Было Вот И На территории Израиля Но это был Не еврейский Город Это был Чисто Эллинистический Город Это не Земля Иудина Разве Нет Иудина Выше Нет Ашкелон Это филистинлян Здесь Здесь Колено Израилева Здесь Не заселяли Вы можете Карту Посмотреть Карту Заселения Иуда Вот Потом Давайте Сейчас Продавайте Свою мысль Нет Если интересно Просто Из истории Тоже Очень интересно Здесь Филистинская Земля Была А вот Выше Вот Где Уже Ашдот Ашдот Тоже Просылся Филистин Значит Выше Ашдота Уже Ближе К Батьяму Туда К Халону Вот Халон И Батьяму Это была уже Земля Дана Вот Колено Дана Оно там Заселялось На побережье И чуть в сторону Вот Тель-Авив Это все Была Данова Земля Колено Данова Вот И в принципе Дальше Расселение Шло уже Как бы Насчет Колен Израиля Вот А эта земля Ну Здесь Другая история Немного Но я сейчас Не о том О том Что вот У древних Этих Греков И у Эллинистов Вот Во времена Христа И И после Еще Лет Триста Даже Четыреста Уже После Уже Нашей эры До Пятого Столетия Одним Словом В пятом Веке Была Реформа Греческого Языка Довольно Там Известна Такая Реформа Вот И литературный Греческий Изменился И Словесный Ну Ладно Не суть Важна Дело в том Что в времена Просто В те древние Времена Когда был Написан Новый Завет Баптизу Оно Немного По-другому Имело Значение Другое Немного Значение Не как С пятого Столетия Начиная Баптизу Означало В те времена Когда Новый Завет Записан Был Не просто Погружение Как в современном Греческом Языке Окунание Погружение А погрузиться И там И остаться И пропитаться Всем тем На что-то Погрузился Имело Средо Именно Это И В литературе Эллинской В те времена Во времена Христа И до него Еще лет 500 300-500 Точно До Христа До нашей эры И лет 400 После Иисуса Вот Слово Баптизу В основном В эллинской Литературе Использовалось Для описания Соления Овощей Потому что Новый Завет Написан На Не литературном Греческом Языке Не на Высоком Греческом А на Рабоче-крестьянском Греческом Языке Койна Койна Наречие Это Суржик Это Нечистый Греческий Язык Это Одно из Наречий Греческого Его называли Крестьянским Таким Именно Как Сельским Языком Повседневный Да Повседневный Такой И плюс Еще В Койне В этом Наречии Много Было Слов Заимствованных Нечистых Греческих Поэтому Просвещенные Греки Обычно Говорили На Высоком Языке Греческом А это Простонародный Язык Там Много Было И Сирийских Слов И С разных Народов Одним Словом Слов И Но Самое Интересное Баптизу Да Изначало Использовалось В литературе Старой Для Писания Соления Чаще всего Огурцов Ну И вообще Овощей Вот я Принес Огурцы Соленое Или Молосов Соленое Соленое Вот это Баптизская Будет Значить Да И поговорка Какой Расул Такие Голосы Да Такой Поп Такой Приход Есть Такой Есть Правильно Что ты Несешь Какой Правильно Это Хорошо Это Правильно Это Похоже На Вред Народное Огружение Как Твела Они Были В Микве Они Проходили Делать Твеля Не Крещение Не Было Это Значение Оно Очень Страшное Для Нашей Плоти Да Потому Что мы Крестимся В Смерть В Смерть В Смерть А Плот Наша Умирать Не Хочет Вы Знаете Погружение В Бога И Пропитывание Им Вот Что Значат Крещение Слова Иисуса Когда Он Уходил Записаны В конце Евангелия Можно Так Перевести Сейчас На Современный Русский Язык Что Кто Уверует Меня И Погрузится В Меня И Пропитается Мною Будет Спасен А кто Не Уверует Но тот Погиб На Огороде Века Сего На грядке Века Сего Как Говорится Тот Огурец Погиб Так И погиб Потому Что Огурцы Которые Не Собраны С грядки И Не В Чтобы Ничто Не Погиб Никто Не Погиб Чтобы Действительно У него Да Чтобы Все Было У Хорошего Хозяина На Огороде Он Внимательно Смотрит Чтобы Ничего Не Пропадало Это Плохой Хозяин Если У него Пол Огорода Еще Огурцов Он А Другая История Это Совсем Другая История Да Так Что Да Погружаемся В Бога И Просаливаемся И Пропитываемся Имейте Соль В себе Написано Не просто На шкурке Слегка Посолился Сольцой Как бы Все Малосол Малосол Греки Любили Тоже Да Но Малосол Не Называли Баптизу Баптистскими Называли Только те Гурцы Которые Полностью Прошли Просолку Процесс Просолки И Имели Соль В себе И Вот Поэтому Иметь На шкурке Бога Хорошо Но Бога Внутри Иметь Еще Лучше Иметь Снаружи Просолиться Тоже Неплохо Но Хорошо Иметь В себе Бога Иметь Принять Христа Верую Это Не Просто Даже Разовое Переживание Это Процесс Всей Жизни Каждый День Поднимать Христа Верую Глубже Пропитываться Им Он В нас Погружается Мы В него Погружаемся И Познал Господь Своих Печать Бог На Верующих Которых Как Всякие Бога Это Весьма Серьезная Тема Да Слава Богу Так что Друзья Вот так Погружаемся Так что Товарищ Агруцы Я Погружаемся В Бога И Пропитываемся Им Богом Да Слава Иметь Мир Соль И Ну да Да Нам Чтобы Мы Приносили Соль Туда Куда Сами А Это Неизбежно Если Мы Соль В себя Принимаем Знаете Я Люблю Винегрет Готовить Допустим Вот Если Если Значит Если Миска Есть Соленых Огурцов Тебе Не Нужно Солить Винегрет Овощи Все Порезал Соленые Огурцы Порезал И Там Даже Не Надо Париться Это Соль Которая В огурцах Она Сама Осолит Все Полностью И Блюду Придаст Хороший Звучание Как бы Да Поэтому Не переживайте Насчет того Чтобы нести Соль Главное Пропитайте Сами А Это Даже Тень Наша Будет Соль Нести Даже Какое-то Слово Улыбка Просто Доброе Слово Какое-то Прикосновение Раз Исцеление Потому Что Эта Соль Она Имеет Свойство Даже Сопровождать Это Не то Что Специально Нужно Стараться Об Эм Надо Стараться Погружаться В него И пропитываться Им А дальше Вопрос Уже Такой